Побывать в парке Юрского периода, оказывается, можно не выезжая из Бреста. Для любого палеонтолога выставка, над которой работала супружеская пара из города Березы, практически ожившая мечта. Ведь все присмыкающиеся выполнены в натуральную величину и полностью соответствуют всем описаниям исследователей. Создателям удивительного мира прошлого пришлось перечитать массу литературы, прежде чем приступить к реализации своей задумки. Поиски научных публикаций не ограничились лишь с территорией Синёкой. Нужную литературу Владимир и Татьяна Найбич приобрели в Оксфордской библиотеке. Три года они потратили на то, чтобы обычный металл, кожный заменитель, пчелиный воск и скульптурный пластик в совокупности превратились в живые экспонаты. А начиналось все с появлением младшего сына, который родился в год дракона. Мы занимаемся на протяжении 12 лет долгих, но вообще-то идея пришла уже 13 лет назад, в 2000 году. У нас в 2000 году родился наш сыночек, третий, в год дракона. И когда ему где-то было полгода, мы ему взяли игрушки маленькие, динозаврика, начали с ними играться. Но у меня муж сам художник, он у меня пишет картины, и всегда хотел попробовать себя в скульптуре. И он потом говорит, давай попробуем сделать динозаврика. Творческая супружеская пара во всем ищет предмет будущей скульптуры. Они настолько гармоничны в своих идеях, что это не может не отражаться и в их творчестве. Выставка динозавров не единственная. В числе эксклюзивных работ Владимира Найбича есть коллекция животных, занесенных в Красную книгу. А также выставка «Подводное царство». Сами с березы у нас есть очень такой большой, можно сказать, богатый рыбхоз-стелец. И мы у них покупаем, вот договариваемся, покупаем определенные такие вот штучные рыбки. Вот они нам как бы продавали. Это веслонос, есть ленский осетр, стерлядь, альбинос, это толстолоб мутированный. Он очень большой, весил 18 килограмм. И с этого мужа у меня делал сам чучела, и они у нас там представлены. Динозаврами привлекает, дети хотят посмотреть. Даже вот я взрослая, хочу посмотреть, я никогда не видела этого. Только по телевизору, а так вот подойдешь, посмотришь. Когда человек по-настоящему чем-то увлечен, он становится заложником собственной идеи. Владимир и Татьяна Найбич действительно увлечены тем, что они делают. И пусть это не приносит им большого материального дохода, но зато наполняет их жизнь смыслом. Ведь только тогда можно быть по-настоящему счастливым, когда занимаешься любимым делом. Делом, в которое вкладываешь не только силы, но и душу.